В Архангельске подвели итоги конкурса «Книга года». Он проводится уже в 17-й раз. Победители определили в 8 номинациях, вручили и 3 специальных диплома. Наталья Пулина побывала на церемонии. Первыми гостей встречают вот эти издания. Номинанты на премию «Книга года-2018». Традиционно награждение лучших проходит в стенах Добролюбовки. Издательский поток в Архангельской области на протяжении ряда лет, он становится меньше по количеству. Но среди книг, которые издаются, есть настоящие жемчужины. Они останутся в истории книжной культуры нашего края, несомненно. И в этом году тоже есть книги, которые берешь в руки и просто задыхаешься. Так можно сказать о каждом конкурсанте. Лучшей книгой о «Русском севере» признан труд Галины Григорьевой о головных уборах жительниц Поморья. В издании собраны фотографии и составлено описание более тысячи экспонатов из музеев региона. Очень много вещей приобрели в экспедиции. И поэтому я, когда заполняла рубрику «Приобретение экспедиции», вспоминала людей, которых многих я знаю, которые вывезли эти предметы. Еще один победитель – художник Алексей Григорьев. Он украсил своими иллюстрациями новые издания книги «Каковина. Детство в Соломболе». Первая вышла 70 лет назад. Для архангельского художника эта работа была очень личной. Мой отец был большим другом Игоря Степановича. Их связала многолетняя дружба еще довоенная. И издания, которые выходили в Архангельске, оформлял мой отец. Жюри отметила и многолетний труд Бориса Егорова. Издание скандинавского эпоса «Колевала» на трех языках. Оно было отмечено сразу в двух номинациях. Наталья Пулина, Евгений Зыков, Регион 29.